Подъемник у подъезде дома, где проживая молодый инвалид с Гомеля, будет у Сталяваны. Семья хлопца собрала необходимую колькасть подписов суседев. Подробностей резонансной истории у Натальи Капрыленко. Подожди, ты меня не затянешь. Андрей 27 и весь этот час выходит на улицу, ему допомагая мать. Ранее Тамара Ивана выносила сына на руках и перасаживала у кресла, каля подъезда. Алиапош не году пять переносит на себе больше за 90 килограмм. Гэта вага сына разом с каляской жанчыни не по силах. Такое впечатление, что я сейчас упаду, я убьюсь, он убьется. Это надо ощутить, чтобы понять. Очень тяжело. А подняться – это вообще проблема. Из-за того, что он немножко может на ногах стоять, там какое-то время, минуты 3-4, я за это время его поднимаю на ступеньки, каляска внизу стоит, я его ставлю к перелам, он стоит, вот так вот весь колотится, а я бегом поднимаю каляску, чтобы скорее его посадить. Три годы тому семья вырышала просить усталявать подъемник у подъезда, как беспокуд и неимоверных намаганев перадолять 7 преступок на первом поверхе. Однако им у районным коммунальном предприемстве адмовили. Мауля, у квартира личится на батьку, а Андрей у ее не зарегистрованный. Год тому батьки не стало, а хлопец уступил у спадшину. Здавалось, юридичный бок проблемы вырышены, али заявилась неспадзяванная каличнасть. Суседи по подъезде выступили с упраць подъемника. А по кольке дому, яким 27 год проживая колясочник кооперативный, для монтажу обсталявания необходна згода усих удельников кооператива. А гэта больше за 170 кватер згоду повинны дать не только жихары подъезда, а ле у сего дома. Собрание провели правильно для того, чтобы... для чего это? Планировалось это все как определенный ликбез, но так сложилось, что мне, когда дали слово выразить свою позицию, меня перебивали, мне не давали сказать. И если бы не было представителей власти, которые как-то вели этот весь процесс, то, возможно, бы все происходящее превратилось вовсе в балаган. Если у них даже спросить, уже разговоры ходят, собственно, потом никто не может выразить четко свою позицию. Я против, потому что... а дальше аргументы. Кроме аргументов, говорят, ну вот, я, в принципе, как бы и не против, но мне как бы все равно, да, но я против. Рассказать, чому я не супраць, жихары дома не пожадали. Хоть при выключенной камере ты, с кем отрымалася погутарить, подтвердили, что махчима причина конфликту сямьи с суседями были и взаимные крыуды. Многие же, хары дома, навыц не ведают, як выглядая гэты самый подъемник для Андрея. Тамой боятся, что обсталявание будет перешкаджать. Хадить, носить мэблю, проспляцовку першого поверха. А вот так выглядая обсталявание у дейни. Его усталявали год тому для девчины-колясочницы у иншим районе Гомеля. Механизм выступает стены на 10 сантиметров. Як оказалось, никому тут не перешкаджая. После сходу, с нагоды махчимасти усталявания подъемника для Андрея, на яким так и не был набраный кворум, больше за две трети от агольной колькости усих же харов дома, специалисты администрации Чигуночного района самостоянно обошли усе кватеры и собрали необходную колькость голосов «за». После встречи большинство проголосовало за установку подъемника. Я думаю, что данный вопрос положительно будет разрешен. Сейчас найден спонсор, который за счет средств поможет приобрести и установить электроподъемник. И я думаю, что Андрей сможет выйти на улицу. Сдавалось бы у этой истории добрый финал. Але мама Андрея турбуется, як бы соседи не затаели крыуду. А Андрей, у чекания установки житево необходного обсталявания, не неды задумается. А те допомогут же хары подъезда, коли ему раптом спотребится их допомога. Анталия Капрыленко, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гумель».